МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 587 за выходные. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Какие меры предпринимают власти для помощи медикам? Образ матери в народном творчестве. В Музее народной игрушки открылась новая экспозиция. Праздник четвероногих друзей. 30 ноября в мире отмечают День домашних животных. Далее расскажем по всем подробно. Количество новых заражений коронавирусом растет по всей стране. Уже несколько дней подряд выявляют более 26 тысяч больных. В Нижегородской области в среднем в день заболевает 450 человек. Ситуация с коронавирусом в Сарове остается напряженной. За выходные зарегистрировали еще 587 случаев заражения. Три человека скончались. 250 саровчан госпитализировано. Из них 210 находятся в состоянии средней степени тяжести. 13 тяжелым. В борьбу с коронавирусом включились все городские структуры. О том, какие меры принимает муниципалитет, чтобы предотвратить распространение инфекции, рассказал глава города Алексей Сафонов. Администрация города заключила контракт на оказание транспортных услуг в интересах клинической больницы 50. Моим решением были направлены автомобили, закрепленные за руководством города, в помощь Федеральному медико-биологическому агентству по развозу уведомлений заболевших и контактных. В рамках обращения клинической больницы 50 городской администрации проведена большая работа по созданию дополнительных мест размещения горожан, которые болеют коронавирусной инфекцией бессимптомно или в легкой форме, но при этом не имеет возможности изолироваться. Другими словами, это для горожан, которые проживают в общежитиях. Сотрудники администрации постоянно проводят рейды по проверке соблюдения санитарно-эпидемических правил в общественных местах. Также Алексей Сафонов напомнил, что в городе работает горячая линия 97777, на которую можно обращаться по всем вопросам относительно коронавируса. Если сразу ответ сотрудники колл-центра сообщить не могут, они выяснят контактные данные обратившегося и свяжутся с ним в течение суток. Также организован сервис и смс-уведомлений по результатам тестирования. Администрация города делает все возможное для нормализации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе Сарове. В свою очередь я прошу вас, горожане, оказать содействие, соблюдая простые правила – ношение масок, соблюдение социальной дистанции. Именно от ваших действий зависит здоровье вас и ваших близких. На помощь медицинским работникам выходят и обычные горожане. Саровское отделение «Единая Россия» в НЕФ набирает волонтеров, чтобы доставлять медиков, работающих с ковид-пациентами, на ночные смены. Кроме того, необходимо разводить врачей в дневное время для консультации больным на дому. В этом случае речь не идет о больных коронавирусом. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8 930 716 3713. С 23 ноября в России вступили в силу новые требования по лечению коронавируса. В удаленном формате врачи смогут выяснять самочувствие больных, оценивать и корректировать ход лечения, назначать обследование, выдавать электронные справки, продлевать больничные. В электронном виде будут заполнять и медкарты пациентов. После онлайн-консультации врач может принять решение о необходимости очного осмотра. Платформой выступит портал госуслуг и информационные системы в сфере здравоохранения. В социальных сетях мы провели опрос, чтобы выяснить, как саровчане относятся к лечению по удаленке. 75% респондентов не понравилась такая идея. Правительство России до конца 2021 года продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. По его словам, именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. В малом бизнесе заняты миллионы людей. И наша задача продолжить их поддержку, подчеркнул Михаил Мишустин. Как отмечают в Минэкономразвитии, из ежегодных планов проведения проверок исключены юридические лица, индивидуальные предприниматели, субъекты малого предпринимательства. Проведены очередные замеры толщины льда на водоемах Сарова. На Боровом вода промерзла на 14 сантиметров. На реке Сатис на 13 сантиметров. На реке Саровке льда нет. Специалисты обращают внимание на многочисленные ключи, которые могут размывать лед. Вот из-за этого горожанам настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода на водоемы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На улице Озерный сгорел дом. Сообщение о пожаре поступило на пункт пожарной связи 29 ноября в 18.15. Огнем уничтожен двухквартирный нежилой дом. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили внутри тело мужчины. Тознаватели выясняют причину взгорания и обстоятельства смерти. 29 ноября в возрасте 58 лет после тяжелой непродолжительной болезни скончалась заведующая родильным домом Сарова Виктория Федорова. Виктория Викторовна работала в нашей больнице 35 лет. За многолетний добросовестный труд была удостоена награды «Золотой крест» ФМБА России. Прощание состоится 1 декабря с 13.40 до 14.00 у храма Святого Пантелеймона. Футбольный клуб Саров завершил сезон. В непростом заключительном матче чемпионата высшей лиги Нижегородской области в Виксе наши игроки бились до последней секунды, но одержали поражение со счетом 2-4. По результатам всех игр Саров семью очками занял предпоследнее восьмое место в турнирной таблице соревнований. Оставили на лестничной клетке и не пристегнули замком. Хотя сезон велопрогулок закончился, саровчане не спешат убирать из подъезда в двухколесный транспорт. А некоторые по-прежнему игнорируют правила безопасности. Так в одном из подъездов вору приглянулся велосипед, который он и украл. Ущерб владельцы оценили в 11 тысяч рублей. Чем еще запомнилась в минувшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Ударил, схватил сумку и убежал. В прошлую среду жертвой разбойного нападения стала женщина 58 лет. Поздно вечером она возвращалась домой и возле подъезда получила удар по голове. При нападении неизвестного у женщины была похищена сумка, в которой находился сотовый телефон, а также кошелек с банковскими пикантами и денежными средствами в сумме 400 рублей наличными. Саровчанка находится в больнице. Врачи поставили диагноз «открытый перелом кости черепа». Предположительно ее ударили молотком. Действия преступника попадают под статью 162 Уголовного кодекса, который предусматривает максимальный срок наказания до 8 лет лишения свободы. Личность преступника пока не установили. Гораздо слабее были удары двух дам, которые решили выяснить отношения в рукопашной схватке в одном из подъездов дома по улице Московской. В результате одна из них пришла с синяками и заявлением в полицию. После опроса полицейскими заявительницами было установлено, что девушки подрались из-за мужчины, который является сожителем одной из них. На дорогах Сарова в последнюю неделю осени было относительно спокойно. Сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 7 ДТП, в одном из которых пострадал виновник аварии. Напротив дом номер 15 на Варламовской дороге водитель женщины 93-го года рождения управляла автомашина Киа-Рио и при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении автомашины Хунда и Х-35 под управлением водителя 63-го года рождения, который двигался по Варламовской дороге, то есть по главной дороге. На месте ДТП никто не заявлял о полученных травмах. Но спустя несколько часов водитель Киа-Рио почувствовал себя плохо и обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у женщины ушибы. В последнее воскресенье ноября в нашей стране отметили самый светлый праздник – День матери. В честь этого события в Музее народной игрушки открылась небольшая экспозиция, в которой представлены куклы в образе матери. Экспонаты привезены из разных уголков нашей страны или созданы руками сотрудников музея. Подробности далее. Мама – главный человек в жизни каждого из нас. Изображение матери занимает важное место в народном творчестве. Чаще всего ее показывали в виде берегини. Также куклы в образе матери служили для игр, чтобы девочки с раннего возраста готовились к этой роли. Очень интересные народные игрушки в образе матери. Их называют вот такие куколки-ведучки. У них мама, а ребенок чаще всего каким-либо образом прикреплен к матери. Вот эта куколка, она из Архангельска к нам приехала, прикреплена при помощи веревочки. Есть куколки, которые сделаны с цельной рукой, и малыш прикреплен к матери и символизирует как бы неразрывную связь матери и ребенка. Кукол мастерили из подручных материалов – лоскутков, соломы, бересты и глины. В коллекции музея есть традиционная филимоновская игрушка – глиняная расписная свистулька в виде мамы с младенцем на руках. Интересные игрушки из дерева. Например, эта берегиня – матушка, привезенная из Архангельска. Сделана по образцам древних форм, которые часто находили при раскопках. Неискушенному посетителю будет трудно сразу понять, что перед ним именно замужняя женщина – мать. Но специалист отличит без труда. А у нее на юбке и на груди идут кресты. Потому что женщина, которая молодая, то есть еще не является матерью, как правило, в ровных одеждах, не украшенных. Также в экспозиции музея есть куколки, которые мамы сами мастерили, еще будучи в положении. Это так называемые куклы-пеленашки. Ее вкладывали в лельку, чтобы она скрывала место и не пускала туда злых духов. Это был своеобразный оберег для малыша. Когда ребенок подрастал, ему над кроваткой вешали куколки-куватки. Когда, скажем, девочка уже подрастала, то ей нужны были куколки-помощницы. Одна из куколок-помощниц – это вот такая вот куколка, которую звали помощница-крупеничка. Величиной ее делали с горшок. А помогала эта куколка учить дочку готовить кушать. Сшила ее мама с такими словами. По ножке насыпаешь крупенички, по шейку водички, по головку кашки. Научиться делать народные куколки можно на мастер-классах в музее народной игрушки. Они проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм по предварительной записи. Телефон 6-64-94. 30 ноября в мире отмечают День домашних животных. Человек приручил диких зверей, еще во времена каменного века. Первым из домашних животных стал предок современной собаки. Четвероногие друзья неоднократно спасали жизнь людей и помогали преодолевать трудности. Домашним животным, живущим бок о бок с человеком, необходима его поддержка, забота и уход. Взамен они дарят нам свою привязанность и радость общения. По данным соцопросов, домашние любимцы есть у половины российских семей. Как правило, кошки и собаки. Попугаи, кролики и хомяки тоже не редкость. Заводят люди и экзотических созданий. От пауков, птицеедов до воранов, тегу. По рассказам, у нас в городе одно время жил крокодил. Гена, наверное. Пушистые питомцы дарят нам массу эмоций. Чаще всего светлых и положительных. Но иногда за четвероногого друга приходится всерьез поволноваться. Как и все живые создания, они подвержены болезням и недугам, которые гораздо легче предупредить, чем умеет дело с последствиями. Важную роль здесь играет правильное питание. Оно должно быть сбалансированным и учитывать индивидуальные особенности животного. Баловать можно, но в меру и с умом. Пожалуйста, насушите своей собаке легкого, не знаю, там, драхею, и балуйте ее ради бога. Тем, что безопасно баловать, можно баловать, а колбаса и сыр – это явно не та альтернатива для кошки и собаки. Там же соль. В первую очередь, содержание соли, вот это фенитратов в составе, красители, которые совершенно животному не нужны, ну, как, в принципе, человеку. Вовремя распознать отклонения и обнаружить болезнь на самой ранней стадии поможет плановая диагностика. Если не откладывать поход к врачу, оправдывая себя тем, что у животного и так все хорошо, серьезных проблем удастся избежать. Обследовать. Во-первых, не нужно забывать, что ваше животное, если старше 7 лет, хотя бы раз в год должно проходить комплексное обследование, как и мы, диспансеризацию, это биохимический анализ крови, анализ кала, анализ мочи и просто клинический осмотр врача. Особенно, если есть какие-то проблемы у животных. Хотя бы раз в год. А уже старше 10 лет хотя бы раз в полгода. После начала пандемии интернет запестрил слухами о том, что домашние животные тоже могут быть переносчиками COVID-19. Для многих мохнатых и пернатых это едва не стало приговором. К счастью, волну предрассудков вовремя удалось погасить. У них свой коронавирусный инфекция, который изучен очень давно. Это штамп вируса, который был еще за долго лет до нашего коронавируса, слава богу, ковида. Это та же самая коронавирусная инфекция интерит собак и ФИП, либо по-другому вопытной перетонит кошек. И с нашим ковидным вирусом он никак не сочетает. Здоровое животное отличает веселый и игривый характер, а иногда еще и неуемное любопытство. Зачастую интерес ко всему новому и неизвестному становится причиной травм. Вспомнив фразу «заживет, как на собаке», многие владельцы пускают ситуацию на самотек, даже не задумываясь о возможных последствиях. Кстати, я с выражением совершенно согласна по своей практике. Животным ни в коем случае нельзя давать зализывать какие-либо свои раны. Наоборот, они разъедают края, и получается, что инфекции носят еще больше. Они для нас страницы в жизни, а мы для них и есть вся жизнь. Берегите своих питомцев, и они будут радовать вас теплом и лаской. 28 ноября исполнилось 140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока, русского поэта, писателя, литературного критика. Его не стало в 40 лет, у поэта не осталось наследников, но есть огромное творческое наследие. Почти четыре сотни стихов и поэм. К памятной дате в библиотеке имени Маяковского открылась выставка, посвященная Блоку. Слушать шум революции призывал Александр Блок в статье «Интеллигенция и революция». Эту музыку он воплотил в знаменитой поэме «12». Уникальный экземпляр произведения с иллюстрациями Юрия Аненкова хранится в городской библиотеке имени Маяковского. Это настоящий памятник истории и памятник книжного искусства. Издана книга легендарным издательством «Алконост», в деятельности которого Александр Блок принимал непосредственное участие. К 140-летию со дня рождения Александра Блока сотрудники библиотеки собрали лучшие издания из разных отделов. На выставке посетители смогут проследить творческий путь поэта, прочитать воспоминания современников, критические статьи, узнать больше об эпохе, в которой он творил. Как говорил сам Александр Блок, поэт должен быть голосом времени, духом времени соответствовать. И он пытался, собственно, в стихах воплотить, отразить, изобразить непосредственно происходящие события. Он не был противником советской власти, и это вызвало, конечно же, неоднозначную реакцию среди его коллег по цеху литературному. Нам, его близко знававшим, стоял он прекрасной загадкой, то близкий, то дальний, прекрасный всегда. Так о нем отзывался Андрей Белый. Творчество Блока пропитано мистикой и символами. Не исключение и цикл стихов о прекрасной даме, в которой поэт воплотил свои лирические переживания. Посетить выставку к 140-летию Александра Блока можно в библиотеке имени Маяковского до конца года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова